Как выбрать размер детской обуви? Производители считают, что выбрать пару ботиночек для малыша можно, если вы точно знаете, какой размер обуви ему подходит. Но мамы опытным путем выяснили, у разных фирм один и тот же размер может маломерить или большомерить. Традиционный способ, который предлагают нам производители, это ориентация на размерную сетку. Мамы же нам предлагают другой способ измерения, так называемая «длина постельки». Чтобы воспользоваться им, для начала вам нужно измерить ножку малыша. При этом учтите несколько особенностей, измерите после обеда, ведь даже у малышей ступня может слега отекать и увеличиваться в размере. Измерите не только в длину, но и в ширину, иногда у детей ножка может не вырасти, но стать шире. Измеряйте босиком, но помните, что всегда нужно держать в голове припуск для носочка или колготок. Итак, сама техника измерения такова. Нужно упереть ножку малыша в чистый лист и обвести ее контур как можно точнее. При этом кроха должен быть именно в стоячем положении, даже если он не ходит. Ориентируясь на полученный результат, вы можете подобрать подходящий размер обуви в размерной сетке. Но есть важный нюанс, та самая «длина постельки». У хорошей обуви стелька обязательно должна быть съемная. Остановившись на конкретной модели, вытащите стельку и измерьте ее линейкой. Длина ее должна соответствовать длине стопы малыша плюс 10-15 мм. Этот зазор оставляется не на вырост. Это стандартная рекомендация ортопедов для правильного формирования стопы. Детский размер обуви в сантиметрах по возрасту. Таблица. У малышей первых трех лет жизни ножка растет удивительно быстро. Универсальных рекомендаций не существует, ведь каждый ребенок индивидуален. Замечено, например, что за зиму ступня может нисколько не подрасти, в то время как за теплое время года кроха сменит трое ботиночек. Поэтому демисезонную обувь выгодно покупать осенью. Весьма вероятно, что в этих же самых сапожках кроха походит еще в начале весны. Примерные подсчеты педиатров таковы. Российские размеры детской обуви Таблица. Ниже на рисунке дана таблица соответствия российских размеров обуви росту и весу ребенка. Но не стоит забывать, что есть и так называемые скачки роста. Иногда родителям кажется, что их малыш замер и перестал расти. Но через некоторое время он за неделю или две сменит весь гардероб и всю обувь, потому что все это кажется ему маловато. Поэтому таблица обуви по возрасту весьма условна. Китайские размеры детской обуви Таблица для Алиэкспресс Многие пользуются китайским сайтом Алиэкспресс для того, чтобы одеть и обувь малыша. Тем не менее, будьте готовы к непредсказуемости и сюрпризам. Большинство мам говорят, что китайский размер обуви рассчитан на узкую ножку. Стандартная таблица китайской обувной сетки для детей выглядит так, как показана на картинке ниже. Хороший продавец обычно размещает ее у себя на странице и вы можете свериться еще раз перед заказом. Вышлите ему свои замеры, а заодно спросите, какой именно размер он имел в виду, внешний размер обуви или внутренний размер ножки. Эта переписка может послужить вам аргументом при открытии спора, если обувь вашему малышу не подойдет. Английские размеры детской обуви Таблица Знаменитый детский врач Евгений Комаровский противник выбора детской обуви по интернету. Он уверен, что только примерка поможет подобрать правильный размер. В соответствии с его рекомендациями, малыш должен потопать и походить в ботиночках несколько минут. Подходящая обувь должна быть удобна сразу. Никаких притрется или разносится. Даже если кроха пока еще не говорит, мы сможем определить подходящий размер или нет. Если ребенку в обуви дискомфортно, это уж любая мать заметит, уверен доктор Комаровский. Он то начинает хромать, то не хочет бежать, то щадить ногу. Но самый частый признак то, что он без каких бы то ни было оснований начинает обувь снимать. В силу присущих ему особенностей и характера он может выбрать не тот размер, ведь соседка по парте сказала, что ей очень нравятся именно эти сандалики. В Англии детская обувь делится нее на две группы. Тем не менее, самые популярные производители ограничиваются просто цифровыми обозначениями. Кстати, не все они придерживаются размерной сетки, универсальной для Великобритании. У некоторых есть свои собственные размеры. Об этом можно узнать на официальном сайте бренда. Размеры детской обуви в США Таблица В США тоже своя размерная сетка, отличная и от азиатской, и от европейской. Чтобы не прогадать с размером обуви ребенку, стоит отказаться от рискованных моделей туфельки с зауженным носом, сапожки. Если у вашего малыша большая высота подъема, зимняя обувь невозможно оценить, насколько приляжет мех, освободив место для пальчиков. Гораздо легче подобрать спортивную обувь, кроссовки, кеды. Можно выбрать тапочки, декоративные пинетки. Ниже на картинке приведена таблица соответствия российских и американских размеров обуви. Какой самый маленький размер детской обуви существует? Первая детская обувь – это пинетки. Их размер обычно начинается с 9,5 см, что соответствует 16 размеру. Назначение пинеток чисто декоративное. Они не рассчитаны на то, что ребенок будет ходить в них. Педиатры не советуют обувать ребенка прежде, чем он сделает свои первые шаги. Причем, дома по теплому и чистому полу тоже лучше бегать без тапочек. Ведь лучшая профилактика плоскоступия – это ходьба босиком. Первая обувь требуется малышу тогда, когда он хочет сделать свои первые шаги на улице. Как правило, размерная сетка обуви с плотной подошвой и ортопедической стелькой начинается с 19 размера. Длина стопы должна быть 11,5 см. Как правило, до этого размера малыш дорастает году. Какой самый большой размер детской обуви существует? Обычно детские фирмы производят обувь до 36 размера. Он соответствует длине стопы в 23 см. Это значит, что самые миниатюрные и экстравагантные мамы могут обуваться в тех же магазинах, что их дети. Продолжение следует...